Нормальное расширение поля и что такое его группа автоморфизма. Давайте я объясню, почему чрезвычайно важно понятие нормальное расширение поля в следующем образом. У нас есть корень В4. Замечательно, что это корень В4? Это решение уравнения. Понятно, что есть такое число, которое в третьей степени равняется единице. То есть, когда ε-1 умножаешь на ε2 плюс ε1, получаешь 0. Напоминаю, как это выглядит на картинке. Есть у нас окружность единичного радиуса. И под 120 градусов идут лучи. Вот это число, это минус 1 вторая, то ли плюс, то ли минус, корень из 3,5. Вот три числа, три корня из единицы. Так вот, господа, уравнение х3 равняется 1 имеет ровно три решения. Это вещественное число, это вещественное число, кубический корень из 2 умножить на вот эту вот епсилу. Ну, давайте выберем как-нибудь один из этих знаков. Например, минус 1 вторая плюс корень из 3 умножить на епсилу. Ну, и, соответственно, корень кубический из 2 умножить на минус 1 вторая минус корень из 3 и пополам. Ребята, уравнение имеет три решения. Когда я присоединяю корень кубический из 2, у меня они категорности числены. Если я беру поле, присоединяю корень кубический из 2, то у меня только кубический корень из 2, кубический корень из 4 и всевозможные решения не перебинаться. Поэтому, если меня интересует, какую размерность имеет вот это поле, то она равна 3. А если я присоединю еще и вот это число, то тогда размерность уже будет 1,6. И, соответственно, если у меня только вот такое поле, то в нем уравнение х куб равно 2, имея только один корень. Соответственно, ребята, вы не можете говорить о сопряженных числах. Давайте я сразу скажу о пределении. Два университетских числа называются сопряженные, если они являются корнями одного и того же многочлена, неразложимого над нашим полем. То есть, вот эти вот три числа, это на самом деле числа, сопряженные к числу корень кубический из 2. Но для того, чтобы они все три принадлежали нашему полю, мы должны присоединить к нему не только корень кубический из 2, но и вот это число. То есть, смотрите, когда вы присоединили кубический корень из 2, то наш многочлен х минус 2 разложился на множители, а именно х минус кубический корень из 2, и второй умножитель х квадрат плюс кубический корень из 2 умножить на х плюс кубический корень из 4. И вот этот многочлен над полем вещественных чисел, ну и тем более над этим полем, кубический корень из 2, потому что это поле меньше, чем поле вещественных чисел, этот многочлен не разложим. Соответственно, если вас интересуют все числа, сопряженные с кубическим корень из 2, то вы должны не просто добавить одно решение и уравнение, но и после этого добавить еще следующее или то же самое добавить кубический корень из 1. Ребята, это достаточно типичная ситуация. То есть, когда вы присоединяете один корень какого-то многочлена, вовсе не обязательно вы при этом присоедините все остальные, вовсе не обязательно многочлен при этом разложится на линейные множители. Может так вот произойти, что вы корень присоединили, линейный множитель от многочлена отщепился, ну а самый многочлен разложился каким-то способом, мы не знаем каким. Замечательно. То есть, ну, в каждом конкретном случае способ может быть свой. Замечательно. Я уже могу сформулировать определение. Нормальное расширение, это вот что такое, это расширение, которое вместе с каждым своим числом содержит все его сопряженные. То есть, вот такой вот эффект, что одно сопряженное преднадлежит, а другое нет. Нормальное расширение невозможно. Ну, интересно, а вообще буквально нормальное расширение? Может быть, я просто какой-то там элемент, и у него... Вот смотрите, я беру вот такое поле. Я присоединяю кублический корень из 2, и я присоединяю число минус 1, 2, плюс корень из 3, умножить на 1,5. Интересно. Я, конечно, получил алгебраечное расширение, потому что я последовательно присоединил 2 элемента. Но почему оно нормальное? То есть, давайте сегодня докажем эту теорему, что существует нормальное расширение. Более того, на самом деле нормальное расширение устроено абсолютно понятным образом. Так, ребята, я сразу скажу, я все время рассматриваю конечные расширения. Что значит конечные? Это значит, к полю, ну здесь как-то статы поля рациональных чисел, вообще-то могут быть любой поле. Вот, к полю добавляем только конечный набор элементов. В принципе, в принципе, можно было бы взять, скажем, к множеству рациональных чисел, добавить корень из 2, 2 степени, 3, 4, 5 и так до бесконечности. Сразу бесконечное количество элементов. Тогда все рассуждения станут на самом деле тяжелее, потому что вот эта вот идея конечности, она упрощает понимание. Потому что одно дело, когда у вас конечномерные векторные пространства, там более-менее понятно, что из конечность шло, да? Другое дело, когда безконечномерные. Ребята, мы все время, даже если я об этом не говорю, мы все время рассматриваем конечные расширения. Так вот, оказывается, нормальное расширение и встроено к следующему образом. Берете какой-то многочлен и разлагаете его на линейные множители, присоединяя по необходимости их, если их нет. И получаете в результате многочлен, который полностью разложился на линейные множители. Так вот, когда вот его корни присоединили, оказывается, это называется поле разложения многочленов. Оказывается, собственно говоря, все и получилось. То есть нормальное расширение получается очень просто. Надо выбрать некий конкретный многочлен и по очереди присоединить его корни, добиться, чтобы он разложился на линейные множители. Все, что получилось, это и называется нормальное расширение. Или то же самое поле разложения такого-то многочленов. Поскольку боюсь, что вы все-таки давно уже говорили об линейных расширениях, я сейчас сделаю короткое напоминание того вообще, что такое расширение, как оно получается и все-таки вообще алгоритическое число. Формально мне это не нужно, потому что это все я рассказываю, но боюсь, что все-таки многие забыли, и будет очень удобно, потому что если вы это забыли, то вся эта речная реакция идет совершенно в пустую. Напоминаю, что такое вообще многочленов. Понятно, что это многочленов. У него есть эффициенты, у него есть переменные. АЭН на ЭХН плюс АЭН на ЭХН и так далее плюс АЭН на ЭХН плюс А нулевое. Вот это типичное алгоритическое равное. Ну, естественно, для простаты мы считаем, что АЭН не равно нулю, и тогда говорим, что это многочленов Н-ной степени. Есть равное равно нулю, значит, соответственно, возборщик укладывается на АЭН, но лучше до тех пор, пока что мы не найдем тот, который не равен нулю. Вот, они дальше неинтересны, потому что они не называют на нулю, это что-то никому неинтересно. Все вот эти вот числа А, они должны приближать так называемому основному полю. Есть у нас некоторое основное поле, это множество, в котором выполнены естественные аксиомы, где можно складывать, почитать, умножать, не делить. Ну, естественно, делить не на ноль. Так вот, начнут уносить многочлены. Число называют алгебраическим, если оно является степенью такого многочлена. Господа, легко доказать, что все многочлены однозначно раскладываются на множители. Это мы не доказываем, но я, если я сейчас начну это доказывать, это мне не нужно сильно, не нужно даже сильно ведет в сторону. В общем, ребята, так же, как доказывается основная теорема арифметики, числа, о том, что числа однозначно разлагаются на множители, также доказывается однозначность разложения на множители для многочленов. То есть там ровно та же самая идея, тот же самый алгоритм юглида. В общем, все, которые есть, про числа, с соответствующими изменениями переносятся на многочлены. Я не буду напоминать, что многочлен однозначно разлагается на множители. Соответственно, вот этот многочлен, если мы знаем, что х – это некоторые корни его, многочлен можно сложить на неприводимые, и х будет корнем одного из этих неприводимых множителей. Поэтому на самом деле можно считать, что вот этот вот многочлен, который в левой части, не разложит. То есть, конечно, можно всегда его умножить на какую-то постоянную, то есть на элемент поле К, и разделите на этот элемент, это пожалуйста, но не поле. Значит, известно, не разложим мне, конечно. Дальше. Мы с вами вот целое занятие посвятили обсуждению того, что такое идеал, и что такое фактор кольцо по идеалу. Помните? То есть, вы говорили, что если у нас вот этот вот многочлен неразложим, значит, если f неразложим, неразложим, намножить ли с кеффициентом нить поле К, то мы рассматриваем такой вот многочлен, то мы рассматриваем такую штуку. кольцо всех многочленов над полем К, профакторизованное по идеалу, прожденному буквы f. То есть, что это значит? Мы делаем все вычисления, перемножая многочлены как многочлены, но при этом любой многочлен, делящийся на f, мы в любой момент можем заменить на ноль. И наоборот, ноль можем заменить на любой многочлен, делящийся на это. Называется фактор кольцо. Соответственно, вот эта вот операция, это и называется присоединение к полю К корня многочлена f. Обратите внимание, когда вы присоединили эту самую букву x и профакторизовали, то f от x это ноль, потому что здесь вот можно сказать, любой многочлен, в том числе единил. f это говорит, что нужно заменить на ноль. Значит, действительно, x является корнем этого самого многочлена f. Теперь я давайте еще раз вот на этом буке объясню, что значит взять поле разложения для ноль. Значит, господа, все очень просто. Если вам дали ноль, 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 ноль. Кстати, не обязательно неприводимый, потому что произвольный многочлен с коэффициентами из поля К. То вы делаете следующее. Во-первых, вы его разлагаете на неприводимые множители. Там g1, g2, g2, на ноль. Теперь у вас уже g1 не приводил. Если это многочлен первой степени, то, собственно говоря, у него есть корень, и ничего там добавлять не надо. Если это многочлен более чем первой степени, ну замечательно, вот при помощи ровно такой конструкции добавляем к нашему имеющемуся сейчас полю корень этого многочлена. Добавили. Поле стало больше. Замечательно. И при этом вот этот многочлен разложился на множителе. По крайней мере, один линейный множитель от него отщепился. После этого, собственно, мы вернулись к той же самой задаче, только степень многочлена стала меньше, потому что я повторяю, что многочлен первой степени нам неинтересен. И когда эту процедуру мы доведем до того, что все множители станут первой степени, то есть они все получат корень, это и называется мы построили поле разложения для многочлена жизни. Так, господа, сейчас принципиально важно. Понимаете вы это или нет? У нас было какое-то поле, был многочлен, и мы добавляем, 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 так, что, получается, все помнят. Да? Отлично. А вот сейчас я докажу такую теорему. Теорему. Если F и G это многочлены с коэффициентами из К, причем F не разложим, F не разложим, имеется вы с коэффициентами из поля К, да? И F имеет поле альфа в поле разложения многочлена G в поле разложения многочлена G, то F полностью разлагается на линейные множители. Полностью в этом поле разлагается на линейные множители. На множители первой степени. На линейные множители. Это ровно то, что я вам обещал. Если у вас есть поле разложения, и вдруг какой-то многочлен там имеет один корень. Да, на самом деле, это имеет не один корень, он просто полностью разлагается на линейные множители в этом самом. Это и значит, что поле разложения это на самом деле нормальная шрифта. Понятно, что я сказал? Отлично, господа. И это докажет. Между прочим, большая часть теории Гула равна на этой основе. То есть вот сейчас мы делаем, она кажется такой мелкой технической теоремкой, но на самом деле мы сейчас делаем крайне важное продвижение. потому что вдруг мы понимаем объект, с которым потом будем работать. Мы будем работать с нормальными расширениями. Доказательства удивительных историй. То есть на самом деле, если понять все термины, которые на этой доске есть, то, собственно говоря, особо не доказывать ничего. Так, давайте я попытаюсь его нарисовать на картинке. Значит, как картинка выглядит. Ну, как картинка выглядит, господа. Есть у меня какое-то основное поле как. Согласны? Замечательно. Есть негочлен ЖЭ. Каким свойством обладает негочлен ЖЭ. Ну, как? Мы строили поле разложения. Помните, как мы строили поле разложения? Присоединяли один корень, разлагали на множители. Если они есть, если остались множители более чем первых, то присоединяем еще второй корень, третий и так далее. Замечательно. Значит, на самом деле есть какие-то там корни, которые являются корнями мягочлен ЖЭ. Согласны? Отлично. Давайте их обозначим. Бета-1, Бета-2, Бета-3 и так далее, и так далее. и Бета с каким-то там номером Н. Отлично. И если вот их все присоединишь, то вот это все множество, ну, там, помните, можно складывать, можно вычитать, можно умножать, делить, все эти операции, все четыре операции можно делать. Вот эта штука вся и называется поле разложения, чего поле разложения? Ф. Многочлена, почему Ф? А? Какого многочлена? Ж. Ж. Поле разложения многочлена Ж. Отлично. И что вы знали еще? Что есть какое-то число альфа, которое в этом поле присутствует и которое является корнем многочлена Ф? Ну, замечательно. Рисует число альфа. Альфа это корень многочлена Ф. То есть, Ф от альфа это 0. Что значит, что альфа принадлежит этому полю? Это значит, альфа удалось как-то выразить в виде какой-то функции от чего? От элементов поля К и от этих чисел Б. Согласны? Отлично. Это есть некоторый многочлен ну, я не знаю, меня в пользу забитый. Давайте, многочлен от БТ1 БТН ну, кстати, это самый многочлен. Помните, я объяснял, что знаки деления на самом деле совершенно не нужны, когда имеешь дел с алгебраическими числами. Было такое? Был. Я объяснял, что когда вы присоединяете алгебраическое число, то на самом деле любой многочлен от него обратим по модулю помните? В общем, ту реакцию обязательно надо прослушать, понять, а значит, если честно, мне сейчас это не важно. я мог сейчас спокойно написать знаменатель, но просто мне важно, чтобы вы понимали, что когда имеешь дело с алгебраическими числами, то на самом деле можно в принципе иметь дело с многочленами, потому что любой многочлен, по моду неприводимого многочлена обратили. Ну, хорошо. Итак, альфа как-то выражается через БТ. хорошо, хорошо, хорошо. Ну, если и все корни мугощена здесь лежат, то жизнь прекрасна. Беда, если не все корни мугощена здесь лежат, то есть, когда вы его разлагаете над этим полем, там есть какие-то неприводимые еще, будут какие-то неприводимые множества более чем первой степени. предположим, что они есть. То есть, обратим вам, предположим, что они есть. Добавим их, ну, проще говоря, над этим полем рассмотрим поле разложения какого многочлена? F. F это же многочлен. Это многочлен с коэффициентами из поля H. У любого многочлена на любом поле есть поле разложения. Ну, я объяснял там, как строить поле разложения? Разложить многочлен на неприводимые множители, правильно? Вы точно так же берете F, разлагаете на неприводимые множители, на неприводимые уже вот над этим полем. И у него по очереди присоединяете его корни. Может быть, один или несколько один уже точно есть, альфа, а может быть, еще несколько они будут здесь лежать, ну и какие-то будут. Что делать? Лежать за пределами этого поля. Отлично, давайте их напишем. Есть какой-то элемент гамма. Обратите внимание, гамма это тоже корень многочлена F, и он не принадлежит это поля. Отлично. Ребята, а сейчас я сделаю так. Я вспомню, что многочлен F был неприводим. А что это значит? Это значит, что когда я добавляю к полю К элемент альфа, то это то же самое с точностью доезоморфизма, что я добавляю к полю К элемент гамма. Давайте это поймем. Что такое поле К при соединении альфа? Ребята, оно изоморфизма будет. Все действия над элементом альфа происходят с учетом того, что F от альфа равно нулю. Ну, извините, а что такое гамма? Это корень того же самого многочилка. F от гамма тоже ноль. гамма каким образом построить изоморфизм между двумя полями поля К в присоединении альфа и поля К в присоединении гамма. Да очень просто. Почему они изоморфизм? Потому что я могу сделать так. Элементы из поля К остаются на месте, а элемент альфа переходит в элемент гамма. Согласны? Ребята, когда вы говорите корень из трех корень квадратный из трех все что вы имеете в виду что если его в квадрат возвести то будет тройка. То есть это корень многочлена x квадрат минус 3. Точно так же когда вы делаете алгебраические все эти операции все что вы реально знаете это то что F это 0 или там соответственно F гамма это 0. Они не отличаются это корень неприводимого многочлена я понятно объяснил? Поэтому ребята если я беру вот эту штуку давайте я ее нарисую поле k в присоединении альфа или я беру вот такую штуку поле k в присоединении гамма то это будет одно и то же а дальше я сделаю две вещи я беру поле k от альфа и над ним строю поле разложения многочлена g и получаю вот эту конструкцию понятно отлично а потом я беру поле k от гамма внимание оно изоморфно что лизоморфно отличается только обозначениями теми тем что принято говорить гамма в той ситуации когда там говорили альфа а алгебра и тождества те же самые так вот я беру поле k от гамма и над ним строю поле разложения для многочленов разложения ребят я обязан получить строго то же самое поле а получил совсем не то же самое в одном случае я получил вот это поле которому принадлежит альфа а в другом случае я получил целиком то же самое поле потому что альфа принадлежит просто из-за этого выражения плюс еще вот этот элемент у меня получилось вверхуное пространство другой размерности понимаете идею этого не могло быть из-за того что поле k от альфа изоморфно поле k от гамма уж если они изоморфны то одна и та же алгебраическая конструкция должна была приводить к пространству той же размерности а дает разные ну или если угодно я могу считать если у меня есть вот такое выражение то с точностью какого-то другого порядка в это потому что когда я присоединял корни то они могли присоединяться в каком-то другом порядке но для гамма должно быть такое же выражение повторяю только корни могли присоединяться в другом порядке дело в том что когда у вас есть в некотором поле многочлен то набор его корней он однозначно определен многочлен имеет конечное число корней столько сколько его степень и соответственно если это равенство было для альфа то такое равенство будет для гамма это крайне важно это действительно крайне важно мы поняли что такое нормальное расширение поле разложения не первое негачем не а